Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий. Hunt of A2. Ну что ж, пришла пора пройти новое испытание. Прошлое испытание называлось Умеренность. Голодали мы. Испитывали нужду в еде. А вот следующее испытание Дьявол. Может сам Дьявол станет у нас на пути? Ну, поиграем, увидим. Карты встречи снаряжения я уже разложил. Спутника, к сожалению, нет. Первый раз такое за всю игру. Четыре жизни оказываются на стрие ножа, когда таинственный незнакомец предлагает вам помощь. Но не за даром, конечно. Случай. Будьте готовы к гамбитам с картами. Вот не самый мой счастливый случай. Не люблю я эти гамбиты с картами. Империя, приготовьтесь к бою с имперцами. И вот имперцев тоже чего-то недолюбливаю. Ну, начать. Начать. Не было бы сложности, не было бы интересно. Ммм. Плюс пять здоровья, плюс пять еды, плюс десять золотишко. Помните о том, зачем я отправил вас пройти эти испытания? Чтобы проверить вас, и, что важнее, чтобы сделать вас сильнее, лучше, чем вы есть. Ммм. В общем, нужно тебе сказать спасибо. Как-то вечером вы заходите в таверну, собираясь посидеть у огня с товарищами. Однако внутри вы, к своему великому удивлению, не видите знакомых лиц. Подкрепившись, вы ждете в одиночестве несколько часов, и вдруг в таверну влетает молодой жрец. Ваша подруга Ариадна больна, она у нас в храме. Вы спешите в храм, там на скромном ложе лежит Ариадна, и за ней ухаживает церковный служащий. Он объясняет, что она пострадала от темной магии, и магия эта медленно высасывает из нее жизнь. Ариадна это одна из наших компаньонов, кузнец я, если не ошибаюсь. Ошибаться я могу потому, что всегда хожу с Малаклипсом. Вот что-то он, не знаю, по душе мне. Почему-то эта болезнь не поддается нашему лечению, с печалью говорит служащий. Как будто отравлена сама душа, боюсь ее дни сучтены. Служащий уходит, качая головой. Не мне такое говорить, шепчет молодой жрец, но есть другие места, где ее, возможно, спасут. Помогая когда-то беженцам севера, я много слышал об их верховной жрице. Мистический дар помогает ей перемещаться между этими загробным миром. Если кто-то и может вылечить вашу подругу, то это она. Серьезно, что ли? К северянам за помощью? Обычно у нас встречи с ними происходят по-другому. Вы знаете, что жрица-северян не увидится с вами, если у вас не будет достаточно благословений. Но выбор у вас небольшой. С помощью юного жрица Ариадна готова к перевозке, и вы покидаете храм. Выбор действительно небольшой. Назад пути нет. Верховная жрица. Ноль из четырех благословений. Где взять четыре благословения, бог его знает. Потому что карты, карты встречи, я, в принципе, благословения не вкладывал. Хотя одно, по-моему, одно, по-моему, положил. Ну, ладно, продолжить. Темные переулки. Вы идете по темным переулочкам в столице. В вашем направлении движется кучка подозрительных типов. Ну, знакомая карта. Мороз, мороз, мороз. Они волокут за собой запертый сундук. Интересно, что в нем. Взглянув в другую сторону, вы видите, как в лунном свете что-то сверкает. Ча-ка к измене, да? А, однако, в сумрике неподалеку маячат какие-то силуэты. Куда же мы пойдем? За запертым сундуком с северянами или к подозрительному брошенному предмету? Я думаю, что к сундуку. Обычно я хожу к предмету, но... Вот что-то любопытно стало, что уже там в сундуке лежит. Да и размяться не помешает. Жалко, малоклипса нет. Как я привык к этому малоклипсу. Сколько их? Пятеро. Пятеро. И они, в принципе, не такие уж здоровенькие. Бывают суверяне намного покрепче, чем вот эти вот. Осторожней. Осторожней. Осторожней размакивайте мечом. Это очень острый предмет. Осталось их двое. Да. Все. Ну, бывают суверяне посильнее. Вот от этих, да. От других бывает стоит даже побегать. Плюс четыре славы. Ну и что там в сундучке? Десять золотишка. А может быть еще что-нибудь? Похоже, я не узнаю, что там, если шестерочку не выброшу. А это навряд ли. А, нет, даже шестерка мне не поможет. Считать что-то мы разучились. Ладно, продолжим. Спасибо и за золото. Неожиданное знакомство. Вы проходите мимо черной невзрачной повозки. И вдруг дверью распахивается и сильные руки втаскивают вас внутрь. Повозка срывается с места, как только двери за вами захлопываются. И вы оказываетесь на сиденье. Напротив вас сидит мощный, но невообразимо уродливый мужчина. Лорд Аполеон требует вашего присутствия. Говорит пол-огр. Остаток пути он сидит молча. Вы прибываете к впечатляющему особняку. Вы выходите из повозки. И вас отводят в просторный зал, где лорд Аполеон ожидает вас. Прямо Наполеон. Аполеон. Или Аполлон, Наполеон. В общем, Аполеон. Все вместе. А, великий путешественник, произносит Наполеон. Широко лыбаясь, уступая вам навстречу. Он слегка кланяется. Потребовать объяснений или любезно поздороваться? Ну, давай любезно поздороваемся. Почему нет? Вы же воспитанные люди. Дошли до меня слухи о ваших приключениях. Я тоже всего лишь слуга Империи и ее народа. Хочу предложить вам свои услуги. Будет появиться в них нужда. Вот так вот, да? Конечно, я не думаю, что так же ловко обращаюсь с мечом или уворачиваюсь от когтетролля, как вы. Но я стараюсь поддерживать добрых людей, ресурсами, особенно героев, подобных вам. Слушай, это не этот человек, которому придется заплатить потом в итоге, да? Игрушка же предупреждала нас об этом. Аполлеон предлагает вам остаться и развлечь его историями о ваших приключениях. Он пленен каждым вашим словом, и несколько часов проходят незаметно. Вы живете невероятной жизнью. Надеюсь, вы вскоре вернетесь с новыми захватывающими историями. Аполлеон снимает со стены предметы и продолжает. Пожалуйста, примите этот скромный подарок. Так, возможно, он поможет спасти вашего друга. Маска святой удачи. Кстати, специально я в карты встречи положил эту масочку. Для того, чтобы она помогла мне с картишками. Но у меня нет славы. Пока что. Позвольте моему кучеру отвезти вас назад. И прошу, приходите снова в любое время. Да вы что, лорд Аполлеон. Ну, на карте ты прям добрячок. Посмотрим. Вот как. Одна пьяная ночь. Всего лишь одна. Но эта карта известна. Нужно будет походить где-то в катакомбах и пособирать всякие разные полезные значения. Ну, главное не попадать в ловушки. Главное не попадать. Главное не торопиться. Так. Там еда, что немаловажно. А вот что там, я не вижу. А там, похоже, ничего. Так что, я думаю... Прошу прощения. Я думаю, что нам в эту сторону. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Опс. Опс. Плюс две единички еды. Ну, что это такое? Кого вы накормите этой едой? Плюс пять золота. Бумс. Еще плюс пять, еще плюс пять. Там еще был сундучок. Он вроде как бы неподалеку. Вроде бы, как бы. Ну, что ты... Или это я? Это, может, это я? Это, может, это не ты? Э-э-э... Ну, подзаработали немножко. Хотя и жизни капелюшечку потратили. Ну, ничего страшного. Одна пьяная ночь. Ага. Ну, что? Тогда к Верховной Жрице. Надо же помогать нашей... нашему компаньону. Вы пересекаете северный рубеж и готовите к долгому восхождению на гору Фрейдис. Вы удивляетесь, увидев, что вас ждет отряд воинов-северян. Верховная Жрица знала, что вы придете, сообщает их предводитель. Стойте, говорит он, пристально вглядываясь в вас. Ее теснейшество Морозная Королева не терпит присутствия нечистых. Вы не можете войти в дом церемонии без достаточного количества благословений. А вам не хватает всего лишь четыре благословения. А это еще кто? Он серый путешественник. Как-то вечером, когда вы проходите мимо темного проулка, вас хватает чья-то обчерневшая бесформенная рука и тянет в темноту. Ты стоишь на краю гибели. Темный владыка проявил интерес к твоему делу и уже готовит твой крах. Горбатый обладатель голоса с неожиданной силой тянет вас в тень. Темный владыка, это не наш Наполеон. Но я могу помочь. Есть магия, что позволит тебе побить его в собственной игре. Мы можем сотворить ее. Мы вместе. Это может стать испытанием твоему духу. Но это все лучше, чем вечная тьма. Правда? Он смотрит на вас снизу вверх бледно-горячими желтыми глазами. Не поддавайся отчаянию. Скоро мы встретимся снова. Черт! Как же все запутано. Похоже, здесь, наверное, боевки будет по минимуму. Побольше всяких разных загадок и таинственных разговоров. Ну что? Я не знаю, куда идти. Только к Наполеону. Нет, ну подожди, подожди, подожди. Я еще не готов. Лорд Аполеон, вы возвращаетесь в шикарное поместье, где живет лорд Аполеон. Как там Ариадна? Продвигается ли спасение? Спрашивает вас лорд Аполеон. Объяснить, что вам не хватает для визита к Верховной Жрице. Может быть, я смогу с этим помочь? Должен признаться, что неровно дышу к азартным играм. Аполеон проводит вас в комнату со столиком, на котором уже лежит колода карт. Слушай, вот мне кажется, мне кажется, что это дьявол в обличии этого лорда. Потому что вот азартные игры это... не от бога, наверное, точно. Если вы победите, я обеспечу вам благословение. Аполеон кивает и добавляет. Да, у меня есть возможности. Вы не представляете, какие магические финтифлюшки попадают ко мне в ходе моей деятельности. Похоже, я так и душу могу проиграть. Если выиграю я, тогда вы всего лишь попозируйте вместе со мной для моего нового портрета. Он будет называться Защитники Империи. Может быть, я закажу еще и наше изваяние. Он жестом призывает вас здесь. Я даже подтасую колоду вашу пользу. Мне ведь важен в игре азарт, а не выигрыш. Согласиться. Конечно, согласиться. А что у меня? У меня выбора нет. Уверен, у вас получится, улыбается Палеон. А, смотри-ка. Три успеха, один провал. Три успеха, один провал. Но я еще тот везунчик, поэтому... Нет, смотри, успех. Отлично хлопает в ладоши Палеон. Наверное, вы уже играли в эту игру раньше. Ну да, бывало. Правда, никогда особенно не везло. Он делает жест человеку в темном одеянии, которого вы до сих пор не замечали в темном углу. А, так может быть... Может, этот человек не человек совсем. Но бог его знает. А лорд Палеон всего лишь прислужник. Тот подходит и, встав перед вами, размеренно здоровается низким голосом с иностранным акцентом. Мой товарищ, наверное, так, да? Последователь... А, нет, это лорд Палеон говорит. Мой товарищ, последователь древней религии, с которой вы вряд ли знакомы. Не будьте уверены, его... Но будьте уверены, его преданность делу не знает себе равных. В процессе долгого ритуала вы несколько раз теряете сознание то ли от гудящего голоса, то ли от сильно пахнущей балагонии. Ангел-хранитель дает возможность переграть любую игру в случае. Отличный. Благословение. Ммм, еще одно. Возвращение союзника. Еще один бросок. Слушай. За все это, я так думаю, что придется заплатить. Вы вдруг замечаете, что Палеон глядит на вас через стол с легким зублением. Вам стоит отправиться к Верховной Жрице немедленно. Надеюсь, вскоре от болезни вашей подруги не останется и следа. Ну ладно. Вы пересекаете, вы снова встречаетесь. Под их защитой вы вновь добираетесь до дома церемонии. Я знаю, зачем вы пришли, говорит Великанша. Ариадна подвергается тщательному осмотру. Усмехнувшись, жрица говорит, неудивительно, что ваши жрицы не смогли ее вылечить. Это не какие-то мелкие проклятия и не заклинания мага. Дух вашей подруги отравлен тварью из пересподней и без моей помощи она убрет. Замолчав из Эсмаранция, ух, боже мой, какое имя, рассматривает вас, словно просверливая взглядом до самой изнанки. Думаю, вам суждено уничтожить того, кто истрепляет мой народ. А пока враг моего врага мой друг, верно? Хорошо, дружим, дружим, морозная королева отправляет вас в другую комнату, а сама начинает готовить ритуал. Через несколько часов вас снова зовут. Возле королевы лежит Риадна, совершенно здоровая, если не считать истощение от голода. Отправляйтесь, когда будете готовы, сообщает Эсмаранция, уходя, но будьте осмотрительны. Над вашей душой навис мрак, один неверный шаг погубит вас, а вместе с вами и нас всех. И как мне сделать этот неверный шаг? Малаклип сказал, что собирается в деревню Румсток проверить слухи насчет магического артефакта, объясняет Риадна, когда вы выходите из дома церемонии. Мы с ним должны были встретиться там несколько дней назад. Тучи над Румстоком. По пути к Румстоку до вас доходит все больше и больше слухов о деревне, и это беспокоит вас. Практически каждый путник, едущий из тех краев, услышал об ужасных ритуальных убийствах в лесу неподалеку. Судя по тем же слухам, мага, причастного к этому, уже поймали. Выдавал себя за бар. Да ну ладно, Малаклипс, Малаклипс, рассказывает один из спутников. Видел его своими глазами, убийца, убийца. Да ладно, он мухи не обидит. Не волнуйтесь, продолжает мужчина. Будет утешение бедным душам, когда этого некроманта сожгут на костре. Некроманта. Ну так поколдовывают иногда. Ну это же не то. Продолжите. Деревня. Вы подходите к околице деревни Румсток, где держат плену Малаклипса. Подойди к деревне. Давай подойдем. В центре деревни стоит деревянный столб, под которым навален хворост. Несколько крестьян возле столба возбужденно обсуждают неминуемую участь так называемая некроманта. Вы рассказываете, вы разыскиваете старосту, но тут, несмотря на все ваши малибы и ее вещи, вы о ней не соглашается пощадить магу жизнь. Эта тварь скована с ног до головы благословенным железом и останется скованной, пока ее не сожгут полнолуние. Убито несколько порядочных селян, и я прослежу, чтобы убийца не остался безнаказанным. Вы начинаете объяснять, что Малаклипс не виновен, а кто вы и с чего он нам и меня могут сжечь, восклицает староста. Чтобы отпустить темную тварь, слово безвестной наемной души будет маловато. Маловато. Нужна слава. Нужна слава, а у меня ее нет, этой славы. Слушай. Постоянно обращаясь к этому лорду, вот что-то меня сейчас прямо осенило, я все и больше и больше, наверное, отдаю, может, ему свою душу, не знаю. Может быть, как-то самому заработать эту славу? А как ее заработаю? Я не смогу заработать столько славы. Не смогу. Тогда ладно. Тогда ладно, пожилая дева. Припасов. Дай мне припасов. Вот откуда взять славу? Даже если я буду драться, всего лишь три карты, это там, ну, по четыре славы. Не получится, не получится. Серый путешественник. Как-то безлунной ночью расположившись лагерем в стороне от дороги вы вдруг видите за костром знакомые желтые глаза. Что-то с печенью, наверное, у нашего серого путешественника. Ты уже предчувствуешь свою участь в картах проклятия, понимаешь? Да, я вот начинаю понимать, но не знаю, что делать, без карты я как-то не смогу. Прихрамывая он выходит из мрака и садится рядом с вами, но почему-то даже костер не освещает его укрытую накидкой фигуру. Для спасительного заклинания понадобится несколько уникальных составляющих, объясняет ваш собеседник. Сначала нужно добыть рог дьявольского создания. Где взять? Я знаю одного обитателя ада, которого будет нетрудно одолеть, говорит он, извлекая из-под плаща серебряный свисток. Но бей сразу, добавляет он, помолчав, иначе он убежит и ты будешь сожалеть об этом вечно. Хорошо, договорились, буду бить, буду бить сильно и аккуратно. Свисток испускает пронзительный звук и между вами появляется пылающий портал, оттуда выходит невысокое рогатое существо и портал закрывается. Теофил, ты звал? Спрашивает дьявол, глядя на него снизу вверх. Дьявол? Такое впечатление, что это существо размером с ребенка, даже не замечает вашего присутствия. Может какой-нибудь чертенок ударить все или попросить бить, бить, могучим ударом по голове выглушаете дьявола. Затем вы отпиливаете ему один рог. Теофил берет его и кладет в мешок из такого же темного материала, что его накидка. Первый ингредиент есть. Я сейчас же его приготовлю, говорит Теофил, поворачивая, чтобы уйти. Он оглядывает без жизни на лежащее адское создание. Лучше бы тебе не быть рядом, когда он проснется. Он рассердится, а убить его ты не в силах. Я понял, мне нужно бежать. Мне нужно бежать за славой. Игрок Цензель. Как-то вечером, водя в таверну, вы застаете там компанию солдат, только что закончившую карточную игру, и невероятно разозленные они обступили стол, где сидит один человек. Спасите меня, я заплачу вам золотом, кричит торговец, бросаясь ваше золото, Гензель, кричит солдаты. Но защитить. Мы тебя предупредили. Битва начинается, и Гензель прячется под лавкой, бряться и кошельками. Не знаю, че-то Гензель, кто там из вас прав, но недолюбливаю я имперцев, поэтому вступлю за тебя таки быть. Какая у меня кузнечиха. Может, ты сама справишься? У тебя такой молод, будь здоров. Оп, отпрыгнуть, отпрыгнуть. Эрочка, глуши их. Только по мне, пожалуйста, не попали. Ай! Молот, конечно, у нее может быть и большой, но че-то как-то толка маловато. От моего топора побольше. Да. Одеть маску. Одеть маску. Разделавшись мстительными солдатами, вы оборачиваетесь и видите как над везунчиком Гензелем, так и лежавшим под лавкой склонился воин-северянин. Кто жульничает, тот не знает чести, сука, говорит северянин, пряча нож в ножны и забирая кошельки торговца. Больше он мне не надует. В общем, похоже, Гензель, наверное, тот еще плут, да? Золотом в руке северянин не идет к выходу из таверны. Не дайте уйти, может заработать еще золотишкой, а если осмотреть Гензеля, вы обнаруживаете у Гензеля предмет, которому тут, вероятно, был обязан нежданной удачей. Имперский доспех. Хорошо, вот это мне пригодится, это мне пригодится. То есть, лут, лут, Гензель. Лорд Аполион, вы возвращаетесь в поместье, говорите, еще один из ваших друзей в беде интересуется лорд Аполион. Очаровательно, вы объясните, в каком положении находится Малаклипс. В опасные времена мы живем, не то слово, говорит Аполион, качая головой. Как там, Малаклипс, продвигается ли его спасение? Признаться, что вам не удалось убедить Эти провинциальные крестьяне бывают сущими дикарями, заявляет Аполион. Но у меня есть идея, если только вы согласитесь снова сыграть в карты. А у меня выхода нет, наверное. Если вы выиграете, я задействую свои связи и о ваших деяниях благо людей узнают повсюду. Барды будут петь вам хвалу по всей империи. Черни перед чем-то к ней благоволит, как перед героями, если это поможет и готов даже отправиться с вами своего личного Геральта. Ваши потребности в данном случае достаточно специфичные, так что настоятельно прошу поднять ставку. И если я выиграю, вы останетесь на сегодняшний вечер и различиваете мои гостей рассказами о своих приключениях. Слушай, ну это не беда, как бы не беда, это можно проиграть, я думаю, что я потеряю всего лишь одну еду, да? Ну согласится, а как я могу отказаться? Хорошо, ну поехали, поехали. У меня есть кузнец, которая может дублировать карту, у меня есть этот головной убор, который мне маркирует карту, которая точно с провалом, в общем, я не знаю, у меня много шансов победить. Успеха. И еще ангел-хранитель притом. Продолжить. Очередная победа, восклицает Таполеон. Я гляжу в исследующие не только военных, но и более изящных искусствах. Ваше дело требует, чтобы я сегодня обговорил кое-что с помощниками. Я получаю недостающую славу и похоже Малаклипс скоро будет со мной. Вы подходите к околице деревни Румсток, где держат плену Малаклипса. Подойти к деревне. Вас женщина, работающая в огороде. Она велит кому-то из детей позвать старосту и уже через несколько минут вокруг вас толпятся селянием. Глядите, кричит кто-то, какой великий человек заехал к нам. Еще вы, сорок славы из сорока. Вы просите старосту проводить вас к Малаклипсу, тот сидит в тесной клетке, окованной серебряными цепями. Вам «Но мы уже приготовили все для костра и все придут смотреть, может быть останетесь до полнолуния», с надеждой спрашивает он. «Когда вы уводите Малаклипса?» «Нет уж, мы пойдем». На окраине деревни староста неохотно снимает с Малаклипса цепи и пока вы не ушли отходит на почтительную дистанцию. «Спасибо», говорит Малаклипс, «Эти крестения были настроены весьма решительно». Он начинает рассказывать, как его поймали при попытке зайти в деревню и обвинили в нескольких местных убийствах, совершенных с помощью магии. Такое ощущение, что они ожидали меня, откуда у них антимагические цепи. «Че-то здесь какой-то заговор, наверное». Вы рассказываете Малаклипсу, что случилось с Риадной. «А где Стрелла? Где Кольбьерн? Где наш Колька?» спрашивает он по пути к столице. «Тво же где-то инвентарь». «Можете не хвататься за меч», остраняет вас женщина открытой ладонью. «Я хочу лишь передать послание. Ваш товарищ Кольбьерн в руках у гильдии». «Видите ли?» продолжает она, опираясь на подоконник. «Доход последнее время невелик, приходится осваивать новые занятия, например, похищение людей, а враждебное племя дает за голову вашего другом внушительную награду». «Дело есть дело, вы можете выкупить жизнь своего товарища за 150 золотых, принесите золото на восточную рыночную площадь и кто-нибудь свяжется с вами». «Слушай, ну а где мне взять золото? Где мне взять столько золота?» «В противном же случае даже не знаю, что с ним сделают эти варвары», говорит женщина в плаще, выскальзывая обратно в окно. «Ну это много. Слушай, может быть как-то... Ну ладно, посмотрим. Не получится пройти, значит не получится. Переиграем как-нибудь. Как-нибудь молитвы сделать 6 золотых. Ну как так? Ну давай сделаем, давай сделаем. это не то. Это тоже наверное не надо. Ну ладно, вот это может быть. Сьерый путешественник. Как-то днем, когда вы садитесь отдохнуть у реки из воды вылезает Теофил в темном одеянии и ковыляет к вам. Когда Теофил добирается до вас вы замечаете что он абсолютно сух. Ай что-то ты подозрительный типочек. Смертный часто размышляет о собственной обреченности в свете заходящего солнца. Но твоя доля хуже чем у большинства смертных. Надо попробовать поработать над твоим заклинанием. А почему он ты мне помогаешь действительно? А вред Синькут стремляет взор вдаль а потом сообщает у меня есть свои причины на то чтобы помочь беспомощной душе выскользнуть из хватки владыки зла. Следующий шаг был бы не проще чем добыть рог дьявола но нам снова повезло тот кто замыслил твою погибель сам дал нам то что нужно. Он делает жест и ваша кожа начинает свиститься. Владить столькими благословениями редко для смертного я добавлю их силу в смесь. Вот теперь благословения у меня заберут. Теофил открывает сосуд направляет на вас его горлышко вы чувствуете как что-то со шнотворным рывком покидает вас. конечно мне придется отдать благословения только вот ангела-хранителя я наверное не отдам. Вот это отдам. Ну не знаю это наверное тоже отдам. И это тоже отдам. Обычная лавка. Слушай ну а у меня пищи нет. У меня нет пищи. Практически нет пищи. что я могу продать? Что я могу продать? Я могу продать в принципе вот это кожаный доспех мне надо купить еды иначе я начну страдать я начну скоро страдать доспех стоит все нормально уйти лор северных северных холмах для которых понадобится надежная посыльная а как вам известно несмотря на все заявления императора в тех землях по-прежнему хватает воинов северян согласиться что делать о божечки мои чувствую дела наши плохи дела наши плохи их все меньше их все меньше и меньше успехов смотрим их его знает куда смотреть провал давай обменяем провал да ну где же ты успех обменять ну вот же успех наконец-то короче мы погрязли в этих темных елишках вы подходите к рыночной площади гильдия воров без сомнения что найдет вас здесь и потребует выкуп отправиться на рынок вы попадаете на широкий внутренний двор заставленный прилавками туда-сюда по нему слоняются горожане через несколько секунд вас грубо затаскивают в темный уголок закрытый от любопытных глаз висающих коврами снова здравствуйте беззаботно начинает разговор женщина в плаще двое ее коренастых спутиков молча становится справа слива от вас как у нас дела готовы спасти жизнь товарища да вот пожалуйста надеюсь не составило больших хлопот его заполучить осведомляется женщина когда монеты пересчитаны в конце концов считавший и мужчины исчезают вместе с золотом беззабито дело я сделаю улыбается женщина оттягивая плащ внезапно она отпрыгивает в сторону и скрывается за горой свернутых ковров а где мой колька скальбер нам все нормально он рассказывает как его взяла в плен гильдия эстрелла в этот момент была не со мной даже не зная что с ней стряслось государственная измена на рынок входит Геральт и объясняет что капитан эстрелла фьоры имперская изменница наконец схвачена ее приговорил к смерти сам император продолжает Геральт пусть ее судьба будет назиданием всем кто промышляет воспрепятствоваться ему не сработает вмешивается кто-то из забывателей чем больше он будет казнить тем больше будут бунтовать вольные люди император сурово пресекает беззаконие в городе отвечает Геральт а ты произносишь мятежные речи после осторожных расспросов вы узнаете что эстрелла содержится в отдаленной имперской крепости но где эта крепость находится никто сказать не может а крепость до нее не дойти если бы я мог только перепрыгивать через стол ну посмотрим посмотрим что мне нужно как же мы спасем эстреллу если даже не сможем найти ее горе сна воскресе отриадна как вот как лорд наполеон лорд наполеон к нашим услугам найдите эстреллу слушай что за петля похоже мы влипли уличный боец уличный боец может быть размяться хоть чуток это уже действительно надоели эти темные делишки одна одни разговоры одна болтовня принеси то отдай то найди это давай кузнечиха на время даже на время это замечательно зеленая полоска потихонечку потихонечку идет на нет но так главное чтобы мое здоровье оставалось в порядке отпрыгон не получился отпрыгон тихо-тихо-тихо-тихо-тихо давай действуй эти шарометы вот же противные шарометы ну больно больно что ты делаешь что ты делаешь как-то нелепо я потратил свои жизни пищи золот оружейная прибыль суши мне кажется все равно что придется переигрывать хотя не знаю блин взять надо как-то самому наверно зарабатывать зарабатывать деньги хотя это не знаю мне кажется пока что маловероятным так это блин я знаю что им надо старая карта не угадал я все все забирайте себе молоток этот обычная лавка то у меня все есть у меня все есть серый путешествие слушай но все и дальше только путь наполеону как-то раз на тропинке в негустом лесу вы видите сидящего на камне мужчину по трепотом серном плаще здравствуй смертное создание молвит теофил когда вы подходите к нему следующий компонент твоего магического спасения совсем недалеко начинает он не вставая с камня на опушке ты встретишь путешественника у него можно выторговать первого ангела не признавайся для чего оно тебе нужно желаю удачу тефил спокойно сидит и смотрит как вы удаляетесь немного спустя вы встречаете гнома увешанного сумками мешочками и висячими безделушками давайте меняться предлагает он уверен мы сможем заключить взаимовыгодную сделку выторговать первого ангела так случилось что у меня действительно есть первого ангела выменял у кобальта мистика в западной провинции а что вы собираетесь с ним делать спрашивает проницательный гном да ничего я даже не знаю что с ним делать вот блин как бы угадать он вроде бы успех вы убеждаете гнома что перо вероятнее всего не настоящие и стоит не больше нескольких бусин до рваной половины карты завалявшиеся у вас мешке гнома уже едва видно когда рядом с вами появляется тефил и говорит у него в руках никогда еще не было такой ценной добычи вероятно никогда не будет но сейчас пришло время завершить заклинание тефил берет перо и добавляет его магическую смесь сосуд ярко и беззвучно вспыхивает затем свечение гаснет наконец-то возбужденно кричит тефил наконец-то столько лет спустя я стану свободен что вы бросаетесь вперед пытаетесь схватить сосуд но тефил уже открывает его так в общем нет терпения да понятное дело он сейчас ой блин ой блин ой блин сейчас выпьет фух that will set you in good state from here не отключите фил когда вы вырываете сосуд него из рук пожалуйста смертное создание ты не понимаешь это мой единственный шанс на спасение тогда нужно было самому там драться с этими демонами из попросить его объясниться выпить содержимое сосуда ну объяснись ладно когда-то я был похож на тебя из того стремился к цели и верил свое предназначение с горечью говорит тефил я отважился поставить свою душу на кон в карточной игре я попал в рабство еще до того как появился перья до того как развязали войну драконоборцы я видел и творил такое что довело бы тебя до безумия без этого сосуда я буду страдать вечно тогда постой тогда я стану серым путешественником вот как ты или отдать ему сосуд или выпить или отдать или выпить я не знаю что мне готовит этот лорд может если отдать он не чем-то поможет этот путешествие слушай выпью я наверно просто каждом гамбите с картами появляется большая карта какие секреты могут при этом открываться надежда вечная надежда нет восклицать the field теперь обречен на вечную муку что это получается сейчас мы будем драться с этим тэофилом маке тэофил да ну хорошо что я выпил это зелье хотя честное слово не знаю хорошо это ли нехорошо может это будет и плохо блин да не вовремя не вовремя ну что же что же ты будешь делать с этим тэофилом все не бей не бей не бей терпи в следующий раз следующий раз вот сейчас избавил я тебя от мучений тэофил так что покойся с миром это лучшее лекарство лучше твоими в микстурке смерть не будет для меня избавлением шепчет афил исчезая а вскоре предстает быть избавлением и для тебя тык 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 как дойти до этой штуки о боже мой ну ладно вы возвращаетесь в шикарное поместье где живет лорд аполеон и вас немедленно пропускают к нему говорите еще один из ваших друзей в беде интересуется рост аполеон очаровательно вы объясняете в каком положении находится эстрелла в опасные времена мы живем нету слова говорит аполеон кача головой я гляжу на вас самих до сих пор следы битвы замечает аполеон отправляя дворецкого за лечебным зельем как там эстрелла продвигает ли ее спасение спрашивает вас лорд аполеон сказать что эстрелла в беде и попросить помощи но сменить тему разговора нет не получится не получится на серьезную вещь вы собираетесь сегодня играть говорит аполеон с обеспокоенным видом даже мне не под силу повлиять на решение императора касательно вашей подруги а помочь вам вмешаться было бы равносильной измене пожалуй в случае вашего выигрыша я мог бы дать вам средства для спасения соратницы признаться аполеон но если я так рискую вы должны поставить на кон что что-нибудь равноценное аполеон наклоняется к вам неотрывно глядя глаза если я выиграю вы должны будете служить мне пока я не отпущу вас или пока я не умру конечно же с мягкой улыбкой предлагает аполеон как вам подходит да не подходит но я не знаю что мне делать я не знаю но согласиться аполеон лука вылыбается издает карт вот есть карта есть к а так бы вот если бы я не взял то не было бы этого большого успеха но кстати я же могу вытащить я же могу вытащить провал это беда это беда ладно ребят сейчас я рискну если что вдруг и я с первого раза это не вытащим не придется быстренько это переиграть и дойти до этого момента я думаю что так наверно но посмотрим буду надеяться на удачу буду надеяться на удачу и на ряд ну конечно которая скопировать скопировать где 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 нет обменять есть большой успех аполеон несколько секунд сидит молча глядя на карты а потом гневно обрушается обрушивается на вас вы жульничали как это у вас получилось что за магией вы пользуетесь пользовались наш язык начал заплетаться я угадал легким движением руки аппалион опрокидывает столики бросается на вас в комнате становится темно а если бы я тогда не убил этого теофила получается тогда бы я отправился со сто процентность с стопроцентной вероятностью служить этому наполеон Легким движением руки Аполлеон опрокидывает столик и бросается на вас. В комнате становится темно. Из очага вырывается пламя, и Аполлеон, схватив вас, заявляет. Мне придется выполнить обещанное смертное создание, но знайте, что я этого не забуду. Мир погружается во тьму. Себя вы приходите неподалеку от форта Империи, но за пределами видимости Стражи. Вокруг разбросаны разнообразные предметы и зелья. Вы собираете все, что можете. Стервятники неожиданно теряют интерес к вам и улетают. Тяга к измене. Экипировать, конечно. Молод смирения не надо. Имперский шлем. Имперский шлем. Имперский шлем. Да, наверное, заменим тут демку. Кожаный доспех, конечно же, нет. Ох, ничего себе, сколько жизни. Серьезная драка, что ли, будет? Во всеоружии, чувствуя необычайный прилив сил, вы подходите к форту. Проверка инвентаря. Имперский доспех, имперский шлем. Ну, все нормально, вроде бы как. Почти. На полпути вас останавливает баллиста, а за стенами слышится сигнал тревоги. Чего? Зачем тогда мне нужно было столько жизней? Путь преграждают солдаты империи. О, боже мой. Был бы мой малоклипс, я бы не переживал. Я бы не переживал. А так, как-то не очень сподручно. Но придется прыгать. Вот эти вот фаланга, это фаланга, это черный рыцарь. Это рыцарь носит тяжелые доспехи и может с легкостью изменить ход битвы. Пробивает его броню мощными ударами. Подожди, подожди. Куда стрелять? Куда стрелять? Команды не было стрелять. Назад, назад, назад. Еще разочек. Опачки, опачки, опачки. Бьем. Да не того бей. Ну что ты? Уворот. Уворот, уворот, уворот. Еще разочек. Вот так. Вот так будет сам. Да, колите его, колите, ребят. Друг друга стреляйте. Вот ты дурила, вот ты дурила. Кого ты бьешь? Бей этого... Коменданта. Так, ну все, коменданту, коменданту с комендантом все. Теперь осталось с этими разобраться. Все-таки, наверное, стрелков. Стрелков, стрелков убирать. Иначе они мне будут мешать. Блок. Эть, 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 осторожней, осторожней. Ну ты что, ты что, ты что, ты что? Вот же противно, ребят, а. Вот же противно. Отскок. Отскок, прискок, заскок. Спокойно. Спокойно, назад. Больно же. Осталось их трое, да? И у меня 70 жизней. Ну, не совсем плохой вариант. Блок. Пробить блок. Пробить. Назад. Хорошая битва, хорошая битва. Когда на трупы большей части гарнизона уже слетаются птицы, вы без труда проникаете в форт, где в каземате томится Эстрелла. Долго, Тси, говорит она с кривой усмешкой. Вы вкратце рассказывайте, какие напасти постигли других ваших товарищей и вместе с Эстреллой покидаете затихший форт. Я подслушал разговор стражи. Кто-то снабдил их сведениями и рассказал, где я буду в этот день. Когда меня подстерегли, говорит Эстрелла, на миг прервавшись, чтобы взять оружие упавшего солдата. Такое впечатление, что некто с большими связями хорошо постарался, чтобы организовать все это. Могущественные у тебя враги. Мьявол? Повержен, наверное. Нам еще много предстоит сделать, но начало уже положено. Серьезно, что ли? Только начало. Новые картишки, гном-торгаш, дьяволенок, ничего себе с оторванным рогом. Прикольно, прикольно. Тараний щит, месть Дионисия, обдирка. Вот это интересное оружие. Надо будет потаскать его с собой, проверить. А почему на серебришко пройдено испытание? Не знаю. Как на золото пройти? Не знаю, честное слово. Может, как-то по-другому надо проходить? Бог его знает. Может, как-то все-таки нужно самому зарабатывать? Золото. Славу. Не знаю, но мне кажется, это очень нереальным. Хотя, может быть, все возможно. Ну, если что, переиграем. Спасибо, что смотрели меня. Пока-пока. И до новых встреч в новом испытании, которое будет называться Башня. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...